Гарик все чаще начинает терять сознание, и вокруг происходит что-то непонятное. Все это ведет к чему-то глобальному и ужасному, к чему именно вы узнаете в этой серии. А это человек, который выиграл Stalker Bundle, и просьба тебе написать мне в ЛС группы ВК с доказательствами владения этим профилем. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита в Синкту Ест Пьет, а также приятного просмотра. Помните того дурачка в конце прошлой серии, который стоял тут со... или с РПГ, не, по-моему с РПГ он стоял с моделькой дядьки Яра на крыше, Когда я перезагрузился, он судя по всему упал. И мне что, за ним типа прыгать теперь я не знаю? А, ясно, вот он стоит в натуре. Вот тебе оружие массового поражения, вижу цели, пора начинать, стреляй по моему сигналу, начнем. Также мне на крыше, дурак. Смотри, видишь, наемник говорит с ученым, завали этого наемника, я прикрою с РПГ. Ты дебил, кого, где, что? Ничего не понимаю, пойдем скорее. Не, ну так ты его случайно обнаружил. Подожди, а я что, за пределами локации чешу? Мне кажется, это наоборот они за пределами локации. Так, вижу их. Кого убить? Подожди, наемника? Так, вот у нас РПГ, вали ученого. Странная миссия, конечно. Так, у этих ничего нет. Вот уроды, перестраховались. Ничего, у меня есть наводка, где искать второй отряд. И помню, мы еще встретимся. Хорошо, дай знать, когда что-нибудь прояснится. Окей. И голос пушку стылил, вот чмо. Хромой пишет, слушай, Гарик, где пропал? Все хорошо, нормально, все дело было одно не доделано. Хорошо, все, что хорошо, кончается. В общем, подходи в прачечную, Дельсон нарисовалась, пишет нам хромой. Окей, идем в прачечную, правда, вздыхаю, как додик, но why not? Откуда у меня с Гиппи-5к, напомните мне? Не знаю, но она отлетает. Ну ты, падал, еще вылететь решила, да, на ровном месте? Когда я уже почти до прачечной добежал. Ну ты что, рофлишь, что ли? На человека тут напали. Справедливо, в принципе. Это, кстати, как раз таки хромой, с которым нам нужно поговорить. И прямо сейчас он танцует, как Майкл Джексон. Ну, наконец-то ты пришел. Слушай, у нас тут крысы завелись. Ночью наших сталкеров тихую убивают. Это же ужас. Этих снайперов хорошо бы завалить, чтобы возле прачечной они маячили. Нужно осмотреться. Ты со мной? Конечно, пошли. Хорошо. Так, он что-то встал, танцует, я не знаю. Кажется, мы здесь не одни. Смотри, вон там. Где? Где? Кто стоять? Ты о ком? Ничего не понял, кого он увидел. Мой бинокль никого не детектит. Хнык, хнык. О, убить монолитовца. А где? А, вижу. Или не вижу, подожди. Здорово. Вот и всё. Осмотри тело, может, найдешь чего полезного. Да, было бы неплохо сначала мне привязаться нормально. Червь, монолит. Справедливо. У него тут КПК, а в нём стоит одна метка. Магазин книги. Точно, как я мог забыть, у них ведь и лагерь в магазине книги. Пошли завалим этих ублюдков. Хорошо, и ты теперь типа за мной побежишь всюду, да? Чешо. Я не пойму. Ну ладно, я побежал, короче, давай, удачи. Или ты всё-таки за мной побежишь? Нет, он за мной бегает, смотри. Ну и справедливо пойдём. Ну здорова, педики. По-кому я там стреляю, но по кому-то я стрелял. Просто ничего не видно вообще. Тебе не скрыться, червь. Ни хрена ты дикий. Так, ещё пара человек осталось. Готово. А, вот что ж отряд монолита. Ну привет, здорово. Опять ржака. Ну наконец-то, нельзя так старика пугать. Как себя чувствуешь? Не очень, знобитый, голова болит. Ну ты даёшь, ты предупредил бы меня, что такое вытворяешь. Я сознание потерял опять. Да, на месте грохнулся. Я уже подумал, попали в тебя. Да, я сейчас открою течение, сдохну, дурачок. А смотрел, ранений нет. Ну да, как же. Пульс есть. Бужу тебе, бужу, а ты не слышишь. В коме как будто. Уже который раз. Что-что? Лучше скажи, как мы сюда попали. Да как, как? На плечи тебя и на базу. Тяжёлый ты, оружие своё к чёрту выкинул. Спасибо. Да что там? Ладно, там какой-то упырь пришёл. Говорит, гарька видеть хочу. А я ему фиг с маслом. А это всё твердит и твердит про тебя. Он снизу ждёт тебя, не хворай. Ага. Твар. Тупая. Говорит, вылечил. Ага. Попой мне тут. Ну а, это вот этот педик. Здорово, подожди, у меня есть свои дела. Я хочу продать всякое лишнее. И подчиниться. Кстати, пронёс все инструменты для калибровки. Но на ремонт мне брони всё равно не хватает. Блин, броня реально какая-то... Она слишком жёстко косается, по-моему. Это какая-то дичь. Кстам, можно у медика спросить по поводу таблеток. Как там, таблетки прибыли? Конечно, таблетки прибыли. Так что вот, бери. Как только почувствуешь боль в голове, выпивай по одной. Понял. Ну да, конечно, дядь Кояр. Опять в какую-то жопу с тобой идти пешком. Так, я на крышу, забыл сказать. Ты отвечаешь за встречу, трепаться с ними будешь ты. Что? А раньше сказать не мог, что я должен делать? Твоя задача договориться с ними по-хорошему. Попробуй предложить им крупную сумму. Если что-то пойдёт не так, поверь, я не промахнусь. Ну ты бы ещё на лестницу залез. Было бы очень неплохо к 100. Ну ладно. Ну погнали, ёпты, блин, на стрелку с наёмниками. Ну не на стрелку, а на встречу, мы шо? О. Так, это ты у нас переговорщик. Что-то ты мне не нравишься. Чем тебя заинтересовал наш товар? Я думаю, вас заинтересует кое-что получше денег. Может договоримся, даю 100 тысяч, а вы мне товар идёт. Смотри, тут есть варианты, я даже не знаю, что принимать. А я сохранялся до этого. Давай все варианты перепробуем. Я думаю, вас заинтересует кое-что получше денег. Вот это уже другой разговор. И что же ты можешь предложить? К примеру, артефакт. Ну ты даёшь. Допустим, что за артефакт? Как вам сердце уазиса? Так, мужик, мне кажется, ты воду мутишь. Стоп, спокойно, это я так, шутки ради. Но вижу, шутки вам не по душе. Да и вообще, мы ведь не шутить сюда пришли. Так, что же ты хочешь? Не надуть ли нас решил? Нет, с чего вы взяли? Я лишь хочу выкупить свою посылку. Ах ты мразь, это ловушка, парни. Там снайпер. Держите этого дурня в прицеле. Будь по-вашему. И чё? Ну, короче, можно было как угодно поступить. Да, и всё ведёт к одному. Но прикольно. Ого, как ты их всех уложил? Опыт. Мои работы не прошли даром. Меня так научишь? Снайпер! Гарик, осторожно! Ёпты, блин, ёпты, блин, ёпты, блин. Ага. Чё ещё скажешь? Ну и где этот ваш хавалёный снайпер? Я не знаю, пойду ему рожу начищу, вайнот. На, твар. Гарик, это засада, прячься. Но ты чё-то поздно написал, я уже убил всех. Ммм, у человека колобок был, справедливо. Ой-ёй! Нихрена себе. Это что, мать его, такое? Вы откуда все повылазили, товарищи мои? Не, это реально дико, лол. 12 человек тупо из ниоткуда вылезли такие. Я, конечно, попытаюсь сейчас всех убить, но мне кажется, что я бибу пососу. Так, ну осталось очень мало человек. Иди к чёрту со своим отбойником, Криса. Отлично. Минус ещё один. Я слышу тебя, твар. Так, ещё кто-то остался. А, во. Готово. Там ещё один отряд. Да сколько можно? Вы бесите меня. Противник. Вылезли петучи с Ириной. Нихрена. Нихрена. Вы баклажаны, чешо. Готово. Отбились от уродов. Иди сюда, поговорить надо. Нифига тут трупов. Слушай, сейчас столько халявного лута налутаю. Вот это я считаю справе быдло. Вот так бы всегда. Кста, я вот думаю, отбойник себе может заиметь. Давайте сейчас я подберу парочку отбойников. Посмотрим, что из них лучше. Ну и я, собственно, заберу все. Ну всё, я обыскал всех, кого смог. Вот чё я налутал. Две батарейки из артефактов, кста, нашёл. Два колобка. Один каменный цветок. Золотая рыбка. Также есть на 12 кг. Но, правда, я не смогу. У меня нет артефакта минус радиацию. А, ну и снежиночка. Как тебе? Нормальная засада была? К чёрту этих наёмников. Что с антидотом? Я его нашёл. Осталось только отдать вашему медику. Он его проверит. И ты его выпьешь. В общем, нам тут больше делать нечего. Пойдём в прачечную. Пошли. Ох, не терпится уже к торговцу заглянуть. Дарова, чё ты тут встал? Так, антидот у нас. Ну а тут выросла ещё одна проблемка. Помнишь оружие, которое тебе дало тогда на крыше? Чудо-вещь, по моим данным, это голос пушка, да? Она родимая. Эх, как всё сложно. Но, пожалуй, пора рассказать тебе всё. Я слушаю. Начну с важного. Ты ведь ничего не помнишь о жизни за периметром, так? Я и не задумывался об этом. Ничего не помню. Я так и думал. Меня, я смотрю, ты тоже не помнишь. Но я не главное. Мне неловко об этом говорить, но я больше не могу молчать. Ты вместе со мной отправился в зону для того, чтобы заработать денег на операцию дочери. Прошёл уже год. Я думал, тебя убили ещё там, на кордоне. Я узнал, что ты жив совсем недавно. Я отправился на твои поиски. Большого труда это мне не составило. И вот он ты. Я был очень счастлив в нашей встрече. А теперь я не могу больше держать это в себе. У тебя есть жена, любимая дочь и я. Хе. Блин. Это как-то звучит странно. Типа. Хе. Мы никогда о тебе не забывали. Я всё сказал. У меня есть дочь? Чёрт. Сколько нужно денег и что за операция? Киши, деньги мы собрали ещё год назад. Я отправил их твоей жене. С твоей дочерью всё хорошо. Она спокойно пережила операцию. Сейчас проблема только в тебе. Какая проблема? Пойми меня только правильно. Всё, что тут произошло, не случайность. И ты теряешь сознание тоже не по случайности. Хм. Давай поговорим о судьбе всех сталкеров, что собрались здесь в прачечной. Если тебе это интересно. Говори, что случилось. Скоро от этого места ничего не останется, если не предпринять меры. Сюда идёт сама матушка зона. Не говори загадками, мне и так тошно. Мутанты. Давно ты видел кучу мутантов, а? Разве не странно, что их стало в разы меньше, чем раньше? Всё правильно. Мы защищаем местность, убиваем этих тварей. Вот их и стало меньше. Нет, сколько бы вы не убивали, будут приходить новые. Скоро сюда придут все твари зоны. Знаешь почему? Потому что ты новый талисман зоны. Разве Стрелок тебе об этом не рассказал? Стрелок? Откуда ты знаешь Стрелка? От него я узнал, где ты. От него я узнал, что скоро произойдёт. От него же узнал, что ты и есть новый талисман. Хорошо, хорошо. Согласен, всё это выглядит как бред. Но поверь мне, Гарик, так и есть. Сюда и вправду скоро прибудут все эти твари. Я не знаю, во что уже верить. Хорошо, что от меня нужно, я всё сделаю. Спасибо, я знал, что на тебя можно положиться. В общем, насчёт гаусс-винтовок. Одной нам не хватит, но из старых документов я узнал, что в окрестностях Юпитера есть целый подземный комплекс. По созданию этого образца оружия. Нужно найти их, брат. Я не смогу пойти с тобой, но ты справишься и сам. Я в тебе всегда был уверен. Хорошо, когда начинать? Может, тебе надо купить что-нибудь для похода? Как только будешь готов, скажи мне. И да, вот тебе от меня. Хороший дробовик, с ним не пропадёшь. Спасибо. Класс, а я с наёмников собирал. Ну, в принципе, нормально, окей. Вы перегружены. Геркулес. Всё, сосатый бы. Пойдём сейчас продавать всякое говно, чинить броник и так далее. Лё, как всё разворачивается-то, смотри. А, вообще неожиданный. Куда, кстати, Дегтярёв и Стрелок подевались, я не понял. Куда они ушли? НИХРЕНА СЕБИЕ! А, а, это таблетки эти, которые он мне дал. Я тут думаю, а сфига ли так все блокады стоят дорого? Ну, смотрите, если 4 такие продать, 142 тысячи выйдет. Охренеть, вот это рофл. Я также насобирал кучу лишних патронов, потому что, насколько я помню, тут хорошо за них отваливают деньги. Поэтому, why not? Продаем также наш старый дрободанчик. Вау. Кучу гранат ещё насобирал, так как они по 2 тысячи стоят. Вот. Ну и что ещё? Продаем все артефакты, которые я нашёл. Потому что я их не могу повешать на пояс. Ну, золотую рыбку я оставлю, а вот остальное нет. Я не знаю, может, КПКшники всё-таки продать. Зачем они мне? Давай продадим. Они просто место в интере занимают. Нахрену надо. Продать. Вот так вот, чуваки. Мне интересно, что дешевле, купить новый или починить этот старый? Новый стоит 78 тысяч, да? Идём чекать, чё по починке. 36 тысяч починить. Нет, определённо этот лучше чинить, да? Так, так, и... Ну, в принципе, всё. Теперь грейдим отбойничек. Значит, минус отдача, темп огня, надёжность, темп огня и режим автоматического огня. Плюс надёжность, плюс темп огня. Всё, мой дробовик готов. Ста. Слишком много дроби у меня, надо скинуть часть. А то реально чё-то очень много. Ну, дробь к ста, ну, дешёвенькая, на самом деле, относительно. Готово. Ещё у меня 110 тысяч рублей осталось. Нихрена я, баклажан. Я готов. Уверен? Уверен, пошли. Командир, я в области завода Юпитера. Замечена большая активность. Да что-то он творится. Ладно, разрешаю облёт территории. Огонь на поражение. Общий канал. Кого? А где я? Что вообще происходит? Почему я в дыму каком-то? Здравствуйте. Где я? Прийти на сигнал в ПДА. Какой сигнал? Что творится? Подобрать РПГ. Сбежать или сражаться. Прийти на сигнал в ПДА. Ну что ж, вертолёт. Что, мать твою? Что тут, мать его, вообще происходит? Ничего не понял? Ну ладно, надо текать отсюда. Это единственное, что я сейчас понял. Замбэйзи тут. Здравствуйте. А чё мы тут делаем? Так, это что такое здесь? Это РПГ. Хорошо. Документы. О, спасибо. О, заряды, кстати. Да, да, пригодится. Мне это надо. Окей, а чё теперь? Найти образцы этого оружия. Справе быдла. А где этих искать должен? Куда вообще идти? Чё ещё происходит? Я ничего не понимаю. Вертолёт уничтожил. А как где его уничтожил? Кий дурак. Через крышу, что ли? Чи шо? Я хочу знать, как отсюда выйти, кстати. Чё-то туплю. Я не могу найти выход. Ай, блин. Попал отвар. А как так-то? Я же это внутри чё офигел. Я тоже могу ответку запилить. Ну-ка, тварь, попадись не только в прицел. Я тебя развалю. Но чё-то пока не попадается. Мне нужно как-то выбраться отсюда. А, вот, по-моему, тут выход кста. Да, я его нашёл. Ура. Там кста выход на улицу, но давайте пока не будем поторопиться. Или будем. Чё мне вот сейчас надо? Не, ну мне сейчас на улице, в принципе, и надо, да. А, нет, тут решётка. Просто ей не было видно до этого. Ладно. Так, во, тут вообще идеальное место, чтобы развалить этот чёртов вертолёт. Давай, лети сюда. Да, я тебе сейчас парму на фашистские знаки. Только покажись, тварь, тубихана. Ага, вот он. Я не уверен, что я в него отсюда попаду. Ну чё, тварь, настало твоё время. Бабах. А, ну справи быдло. Нет, всё-таки надо выйти на улицу, отсюда стрелять как-то стрёмно. Ого. Нифига тут зомбированных. Чё так много? Ого. Вертолётик, да ты охренел? Сейчас я выйду на улицу, тебе такое покажу. Ой-ёй-ёй. Снорчики напали. Нифига себе не исправи быдло. Втекаем. Сейчас, короче, их вот сюда заведём, и тут я их всех прикончу. О, соседж сдох. Ля, отбойник топчик, вообще прям кайфую с него. Кстати, чуть-чуть дроби расстрелял, сразу вес освободился, и перегруза нет. А ну, соса ты бы. Ну, вроде справи быдло. Нормально. Ещё снорчик. Нифига лютый похититель на свай. Давай я перезаряжусь. Так, ну лютый похититель на свай повержен, как всегда. Надеюсь, больше тут никаких сюрпризов не будет, и я смогу спокойно выйти отсюда. А где выход, кста? Ну, я слышу ещё снорков, так что, кажется, хрен мне, а не спокойный выход. Ну да, конечно. Так, здравствуйте. Я вышел и готов разваливать кабины. Где там этот ваш хвалёный вертолёт? Ща я туби. Давай, подожди. У меня есть идея. У меня есть маленькая идея. Давай сюда перебежим. Так, ну дурацкий снорк. Ты всё портишь. Иди к чёртов. Так, смотрите. 360, ноу скоб. Бабах. Ещё раз. Изи. Фух, кажется, отбился. Ну что ж, сообщение идёт из Янова, значит, я иду туда. Ха, так спокойно об этом говорить, типа, фух, кажется, я отбился. Кста, раз РПГ больше мне не нужно, могу в зомби жахнуть. Бабах. Блин, чё-то РПГ не такое, кстати, сильное в ЗП, как в ТЧ, в ТЧ, она вообще всех разносила. А тут ещё кого-то щадит, смотри. А ну, сосат бы, зомбированные. Вон там барахтается. Помянем. Всё равно барахтается, смотри, не понял. Ой, а вот это вообще как-то бред было. Ну ладно, РПГ, думаю, мне больше не пригодится. Бабах. Ай, больно. Так, надо, кстати, зомби обыскать, потому что мне еда нужна. А еды ни у кого нет. О, есть. А ну, сосат бы. Кушанье. Так, ну чё-то, кстати, пустоватого станция Янов. Здорово, педик. Я тебе ничего не принёс, на самом деле, да? Ну и ладно. Ага, вот и стрелок ста. Я рад нашей встрече. Стрелок? Но как? Что ты тут делаешь? Тебя жду, если ты не заметил. И что дальше? Я не хочу иметь с тобой дел. Ты бросил меня там, в школе. Я? Бросил? Вообще-то я думал, что ты мёртв. Когда мы убили тех монолитовцев, ты упал столбом. И тут же выскочил отряд монолита. Что мне оставалось сделать? Я думал, тебя убили. Слушай, я понимаю, что я всё равно виноват. Но ты ведь не сказал мне о своей проблеме. Если бы я знал, я бы даже не взял тебя с собой. Предположим, что я тебя простил. Но это не дружеский жест. Ты мне должен. Ты изменился, Гарик? Ну ладно. В общем, Фантом меня предупредил о том, что ты тут и ищешь. Знаешь, где искать? Нет, пожалуй, всё-таки не знаю. Хотя у меня есть предположение, где искать. Для начала отправимся в бункер учёных. Спросим у них. Может, они знают что-нибудь? Мы отправимся? Почему ты решил мне помочь? Я ведь твой должник. Да и у меня есть свои причины помогать тебе. Не забудьте поставить лайк. А также подписаться на колокольчик, если вам нравится мой контент. Также переходите по ссылке в описании. Там много всего интересного. В том числе и ссылка на скачивание этого мода. Ссылка на группу ВКонтакте. И ссылка на плейлист с этим прохождением. А в общем-то, всего вам доброго, друзья. И пока до вам. Субтитры сделал DimaTorzok